Барок Хон. Жил-был кот. Он жил один в доме под большим чинаром. Однажды ворона узнала, что здесь живёт кот, и рассказала об этом всем животным. Услышав это от вороны, ёжик пришёл к кошачьему дому и сказал, «Барок Хон, Барок Хон, открой дверь! Мы будем жить вместе!» — сказала. «Ты такой уродливый, я не буду жить с тобой!» — сказала, и не впустил ежа в свой дом. На следующий день в дом Барок Хона пришла Белка. «Барок Хон, Барок Хон, открой дверь, давай жить вместе!» — сказала. «Сюда ни ты, ни твой хвост не поместится!» — Белка ушла промолча. За Белкой пошёл быстрый кролик. «Барок Хон, Барок Хон, открой дверь!» — на дороге волкоглазый волк, сказал. Барок Хон и кролику не открыл дверь. После кролика пришли братья-медвежат Омбалок и Думбалок. «Барок Хон, Барок Хон, открой дверь! Мы Омбалок и Думбалок! Мы пришли с тобой поиграть!» — сказали они. Кот их тоже не пустил в дом. Медведь, умоляя его, сказал, «Мы не можем пойти домой! По нашему пути идёт голодный волк!» — «Дорогой друг, открой дверь!» — сказали они. «Вы грубые! Моя дверь еле стоит! Если её тронуть, она упадёт!» И он всё равно не пустил их в свой дом. Однажды пришла лиса, виляя хвостом, и волк облизнулся. «Барок Хон, Барок Хон, мы хотели тебя видеть! Твой прадедушка Тигр будет нашим родственником!» — сказали они, не спрашивая разрешения у кота, и вошли в его дом. Они начали восхвалять Барок Хона, даже не переставая говорить. «Ого! Посмотри на эти ковры! Посмотри на эту одежду! Посмотри на посуду!» Они его прогнали. Потом они начали восхвалять дом Тигра. Услышав их похвалу, Барок Хон подумал про себя, что дом Тигра красивее моего дома. И сказал им, я пойду посмотреть дом дедушки Тигра. «А вы присмотрите за моим домом», — сказал он лисе. Притаившийся на дороге серый волк пригнул на него. Барок Хон в отчаянии пустил пыль в глаза волку. Когда Барок Хон вернулся в свой дом, лиса и волк съели все его вещи, и ему не разрешили войти в дом. Тогда Барок Хон не знал, что делать. Пришли ежик, белка, кролик и омболок и думболок, услышавшие его плач. Все они вместе наказали волка и лису. Барок Хон пригласил всех животных к себе домой и сказал им, товарищи, оставайтесь, давайте дружить вместе. Дружба многое значит, оказывается, сказал он. Таким образом, Барок Хон прожил с ними долгую и счастливую жизнь. Дорогой друг, если ты знаешь, о чем рассказ, ответь на вопросы, кто обманул Барок Хона и кто помог Барок Хону.